МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вагна, ну, раз вы молчите, тогда первым будешь ты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трофимов, дуй в музей. Выходной отменяется. Товарищ полковник, я сейчас никак не могу. Не могу. В смысле не могу? Я очень занят. Слушай, я не знаю, кем ты там занят, но сейчас же бросай ее и в музей, чтобы через 15 минут был. Я не успею переодеться. Хоть голый, бегом. Плейбой. Слава, ты можешь потише? Или хотя бы хрусти про себя, пожалуйста? Не могу. Терпите. Потише. Ну, где этот Купидон в погонах? Капитан Трофимов. Дернул я его, видите ли, возмущался он. Понимаете ли? Интересно, какая на этот раз у него девушка? Брюнетка или блондинка? Брюнетка. Ставлю сто. Тогда я ставлю сто, что блондинка. Можно? О! Никто не угадал. Сегодня красненькая. Ты где был? Неправильно поставлен вопрос. Где бы я мог сейчас быть? На тест-драйве одной красавицы. Четырехлитровым В-8. С мощностью 670 лошадиных. Сто километров за три секунды. Круто. Вот. Ну, ладно. Все в сборе. Давайте начнем. Садись. Все в сборе? А Софии что, ждать не будем? Нет, ее не будет несколько дней. Вызвали для дачи показаний на счет кражи миллионов со счета второго мужа. Вот так. Полюбишь девушку, а дашь ей руку, сердце, она из тебя все миллионы достанет. Поэтому я никому не верю и никогда не женюсь. Не зарекайся. Да, ладно. Так. Теперь к делу. В соседнем городе должен состояться суд над главой крупной преступной организации Киреева. Славик. Чего спим? Досье Прохорова. Нет, тут засекречено. Свидетеля берегут, как зеницу ока. И готовят к перевозке в соседний город для дачи показаний в суде. Но есть подозрение, что по дороге его хотят убить. Мы должны обеспечить его безопасность. А когда перевозят? Завтра. Артем внедряется в конвой. На Славике легенда для Трофимова. Рома, твоя задача прикрывать Артема. Будешь ехать за конвоем во время перевозки. Ага. Ну, а общая наша задача отразить нападение и предотвратить убийство Прохорова. Ты что там изучаешь? Азбуку для чайников? Нет. Пособие тысячи способов избавиться от коллеги зануды. А если серьезно? А если серьезно, изучаю специфику работы конвоиров. Правильно. Потому что я тебе придумал новую биографию. Товарищ сержант Иван Сушенко. Вот так взял и разжаловал. Ну, ты как думал. Ну-ка, товарищ сержант, принесите мне еще морковки быстренько. Славик, а ты вообще ничего не боишься? Разговорчики. Кругом. Марш. Бегом. Слышишь ты, кролик луналейкий. Я сейчас кому-то покажу. Бегом марш и вперед. Пошел вон. Ладно, ладно. Ты шуток не понимаешь. Свидетель. Свидетель, свидетель, свидетель. И что знает этот свидетель? Да неизвестно. Мы вообще не знаем, кто он. И зачем? Зачем ты мне нужен? Если ни хера не знаешь! Завтра его на суд повезут из другого города. Я обещаю, он до суда не доедет. Реши это, Вагнер. Реши. От этого зависит твоя жизнь. Мою жизнь. А как я могу доверять свою жизнь тому, кто протыкал ключевого свидетеля? Хочешь что-то сделать качественно, сделай это сам. Мы пока не знаем, где нападут на конвой, сколько их будет и с каким оружием. Я тут изучил дорогу, по которой будут Прохорова перевозить. Вероятное место нападения на конвой вот здесь. Вот здесь долгий перекресток. Длинная пауза. Вот здесь промзона, а вот здесь пустырь. Рома, произойти может все что угодно, поэтому глаз с автозака не спускай. Я понял. Слав, а потише, диета не бывает? Такое ощущение, будто бы у нас живой уголок с горзунами появился. Ну хватит возмущаться уже. Я вас, я бы что-то по делу позвал. Ну если позвал, рассказывай. Слава, что нашел? Значит так, есть интересная инфа об одном из конвоиров, который завтра с Артемом будут перевозить Прохорова. Так. Вот. Сергей Белов, у этого парня большие проблемы с деньгами. На нем два кредита. И все деньги он тратит на лечение больной матери. Ты думаешь, люди Киреева могли подкупить этого Белова? Как вариант? Вполне может быть. Ну даже если это и так, то такого крепыша проблемы не будет ликвидировать. Ого. Ты видел фото Брюса Ли в костюме? Тоже худенький, тщедушненький вроде бы, а Брюс Ли? Так что я тебе советую не расслабляться. Я вас понял. Иван. Сережа. Что, утрадобрым не бывает? СМЕХ Рома, как дела? Я на месте. Конвоя еще не было. Хорошо, ждем. Эй, алло, пацан. Пацан! Ты чё там делаешь? Извините. Конвой приехал. Что? Кто за… Твою ж мать! Душно у вас, ребятки. Воды бы. Ни воды, ни еды. Не положено. Хотя я сейчас бы съел бутерброд или сэндвич. Жрать охота. Слушай, мы серьёзно, крюнула. Надо нам машину остановить. Укачала. Не положено. По протоколу мы должны ехать без остановок. Ты хочешь, чтобы он тут окочурился, а? Я сказал, не положено. Я водителю сообщу. Вы что делаете? Не волнуйтесь. С вами я такого делать не буду. Я немножко покатаюсь и верну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это было? Выстрелы? Тихо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что происходит? На нас напали? Судя по всему, да. Возможно, кто-то хочет вас убить. Черт. Ты не хочешь меня убить? Ничего себе. Ничего себе. Давай, сюда. Что за хрень? Кто это? Адвентисты седьмого дня хотят предложить короткую дорогу на небо. Слава. Славик, меня кто-нибудь слышит? Твою же мать. Сука, связи нет. Давай бегом, бегом. Артем! Артем! Связи нет. Значит, все-таки на конвой напали. Другого объяснения пока нет. Рома, Рома, ты где? Еду. Что значит еду? Где Трофимов? Да мне тут колеса порезали. Неделин, какие на хрен колеса? Где автозак? Славик, Слава, выйди на связь. Слава! Черт. 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 Черт, чтоб ты был здоров. Пошел, пошел, пошел. Пойдем. Господин Анатольевич, прием. Говори. Я на трассе обнаружил гильзы. Похоже, была перестрелка. Есть убитые? Нет, трупов нет. Возможно, автозакухнули. Что еще видишь? Да, еще обнаружил следы, ведущие в лес. Езжай по следам. И прошу, не отключайся ни на минуту, потому что с Артемом связи уже нет. Иди сюда, спрячься здесь. Сиди тихо. Ничего, не сморкайся. Газ не пускай, ясно? Ну, с Богом. Вот это подготовка. Профи. Есть. Ты куда, сука? Я тебе сказал не высовываться. Помочь? Помочь он хотел. Пошел, пошел. Погоди. 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 Надо понять, кто за нами гонится. Это не просто бандиты. А кто? А это ты мне скажи. Это не простая ОПГ. Не люди Киреева. Одежда, оружие, подготовка. Это профессионалы. Менты. Без понятия. Я знаю только то, что меня хотят убить. Ты мне что-то не договариваешь. Да не знаю я. Может, Киреев, надо нанял ментов, чтобы тебя завалить. Что? Я жрать хочу. Я кофе с утра попил. Надеюсь, не в последний раз. Ну, что? Что там могло произойти? Почему с Артемом пропала связь? Так, делай, что хочешь. Но найди мне любую информацию по Прохорову. Хоть троюродную бабушку. Сейчас. Ищи, ищи, ищи. Ну? Ничего не понимаю. Я, конечно, поищу еще, но, похоже, такого человека вообще не существует. Давай быстрее. Из леса нужно выйти до темноты. Что? Нога. Твою же мать, инвалид. Иди сюда. Быстрее. Зелен Ворону, вижу цель. Идут на север. Цель это мы? Да. Цель это мы. И мы у них, как на ладони. Не знаю. Связь однозначно они глушат. Здесь работают только их рации. Ты слышал, как они друг к другу обращаются? Не кличками «хилый», «лысый», а позывными. Это однозначно менты. Кто ты, Прохоров? Ты спасаешься, как они Squirrel? Ты спасаешься? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне отлить надо. По тебе напиши, или в штаны давай. Тебе ботинки не жалко? Ладно, только быстро. Роман тоже пропал. Может, кто-то глушит связь? В лесу. А о других вариантах я вообще думать не хочу. Мы знаем, что отца у вас. Ну-ка, сядь. Кто вы, бля? Не суть. Предлагаю тебе сто штук баксов в обмен на свидетеля. Почему так много? Много знает. А какая-то информация стоит сто тысяч долларов, а? Нет твоего ума дела. Просто возьмите деньги, передай свидетеля и вали на хрен. Сам вали на хрен. Слава. Слава, Слава, прием. Слава, я слышно? Рома, рад тебя слышать. Ты даже не представляешь, как сильно. Что случилось? Меня кто-то вырубил. Вырубил Рому? Да к нему, чтобы подкрасться, нужно иметь подготовку уровня Бога. Он же французский легионер. Ты не ранен? В том-то и дело, что нет. Меня не связали, не ранили, не убили. Просто вырубили. Кто? Зачем? Пока не знаю. Похоже, у Артема серьезные проблемы. Раз за ним идут такие бойцы. Рома, оставайся в лесу. Твоя помощь может понадобиться Артему. Только умоляю, будь втрое осторожней. Не знаю, кто это, но это точно необычное ОПГ. Принял. Кто может охотиться на Артема и Прохорова? А черт его знает. Ну вот теперь ты мне все расскажешь. Почему за тобой идут менты? Меньше будешь знать, дольше прожигаешь. Тебе вторую ногу подвернуть. Ладно. Дело в том, что у меня компромат не только на Киреева, но и на Вышичины. И твой дед, кстати, в этом тоже замешан. Какой это мой дед, а? Такой дед. Он бабки взял за мой побег, и тебя ко мне приставил, чтобы ты помог мне сбежать. Жопу они прикывают, понял? Идут за нами менты. Меня убрать хотят. Хорошо получается. Выходит, это я твой побег организовал, да? Ну, типа того. Ну что, Тём, дальше я сам? А не пошел бы ты нахрен, я не верю тебе. И про деда не верю. Вот. Фотографию видишь? Я и дед. Теперь веришь? Монтаж. Я знаю, деду такой не продается. В зал. Пошел. На здоровье. Вот что. Раз нет досье на Прохорова, мы найдем его изображение. Проверь камеру наблюдения возле дома, где его утром забрал Артем. Узнаем, кто он. Поймем, кто и почему за ним охотится. Может быть. Поймем, кто и почему-то. О, нашел. Ну? В подъезде, из которого выводили Прохорова, или кто он там на самом деле, оказывается, была камера видеонаблюдения. Угу. Так. Угу. Сделай стопкадр. Увеличь. Хм. Ну, надо же. Вы его знаете? Конечно, знаю. И хорошо знаю. Это начальник спецотдела внешней разведки Геннадий Попов. Если такого человека хотят убить, то Артема не просто серьезный, а очень серьезные проблемы. Мда. А Трофимов будет защищать Прохорова до конца. До какого конца? Не каркай. Так ты когда ссать ходил? Сбежать хотел? Слышь, за нами действительно идут профи. Давай разбежимся, они тебя точно не тронут. Зачем тебе свою шкуру подставлять? Рот закрыл и вали дальше. Я доставлю тебя в зал суда, как и было запланировано. А дальше разберемся. Фу. Устал не могу. Целый день по лесу бегаем. Слушай, как ты меня достал, а? Все, Трофимов. Конец. Миссия окончена. Ах! Кролик, ты можешь потише? Извините. Да, Рома? Рома! Я кое-что вспомнил. Перед тем, как отрубиться, я заметил на руке нападавшего небольшое тату. Что-то типа буквы «дельта» на латыни. Спасибо, Рома. Сейчас проверим. Слава. Уже проверяем. Угу. Ну вот. Такое тату наносят бойцы одного из спецподразделений внешней разведки, которого возглавляет ваш знакомый Геннадий Попов. Известный вам, как свидетель Прохоров. Не понял. То есть на него охотятся свои же? Зачем? Может, он ведет двойную игру? Я пока ничего не понимаю. Патроны холостые, Трофимов. Твою мать, что происходит? Вот, а? Тайфун, сворачивайтесь. Операция закончена. Все на балку. Какой мать твою тайфун? Слушай. Вся эта операция для тебя, Трофимов? Я возглавляю спецотдел вроде вашего ДКР. Только ваш музей под МВД, а мы служба внешней разведки. Это тест. Вроде вступительного экзамена для тебя, который ты провалил. Провалил? Ты серьезно? И позволил себя убить. Хотя вначале был на высоте. На давление не реагировал, деньги не взял. Свидетеля прикрывал. Но в реале ты был бы мертв. Абелов, убитые конвоиры и люди, которые за нами гонятся. Все живы. За нами шли мои люди. Офигеть. И давно вы за мной следите? Давно. Хотели сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Это не унылое МВД. Это разведка, элита. Ты по поводу унылого поаккуратнее. А что, не так? Твой коллега-легионер тоже шел за тобой. Кто? Рома. Да. Так торопился, что потерял бдительность и позволил себя нейтрализовать. Так что да. Вы говно, а мы элита. Говорил с руководством. Оказывается, внешняя разведка устроила Артему экзамен. Решили проверить, как он на деле справится. Представляешь, хотят переманить. Вот это да. То есть, это было подстроено, это фейк? Да. С Артемом все в порядке? Да. Провалил экзамен. Так и вы чем больше расстроены? Тем, что его хотели переманить? Или тем, что он облажался? Да сам не знаю. Давай попробуй связь с Артемом. Обещали убрать глушилки. Ты бы своих питбулей отозвал, а? Экзамен же окончен. Это не мои! Огонь! Ах! Я с тобой. С тобой. Артем! Артем! Ты жив? Да. Славик, ты? Да, я живой. Я вот курс молодого бойца прокажу, не отвлекайтесь. Прохоров с тобой? Да, Прохоров со мной. И за нами опять охотятся, только похоже по-настоящему. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. 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 Тихо. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Оказался нашим коллегой из внешней разведки. Все это была инсценировка. За Артемом шел спецназ разведки. Так что неудивительно, что они смогли тебя так просто вырубить. Вы только что спасли мое доброе сердце и восстановили честь. Рома, не до шуток. Трофимов говорит, что спецы свернулись и что теперь на них действительно кто-то охотится. И разведка здесь ни при чем. Нужна помощь. Ромка, сбрасываю тебе координаты Артема. Я вызываю подкрепление. Ленин, давай. Давай, Тихо. Тихо. Давай сюда. Чем мы отстреливаться будем? Еще бы знать. Кто на этот раз на нас охотится? Вероятно, УПГ. Люди Киреева. Узнали, что появился какой-то свидетель и решили меня реально убрать. Охренеть вы наворотили. Элита сраная. Поверь. Не походу внутри. Будем отстреливаться холостыми. Хотя бы отпугнем. Трофимов. Трофимов, что у вас? Мы в сарае. Прохоров серьезно ранен. Нас окружают. Боевых патронов нет. Короче, все нормально. Трофимов, вы держитесь. Рома скоро будет. Рома. Я вижу твой маяк. Двигайся на юг. Ты недалеко уже от Артема. Где-то полтора километра. Они укрылись в сарае. Принял. Тихо. Я без оружия. Все. Все-все-все-все-все. Тихо, ребята. Тихо. Тихо. Я раненый. Можете вязать. Все. Спокойно, спокойно. Я один. Все-все-все-все-все. Пустой! А я тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вагнер. Ну, раз вы молчите, тогда первым будешь. Ты. Или ты. Или все-таки. Дяденька, ты не пугай меня так больше. Я же заикаться буду. А шо? А под санкции? Олег Дмитриевич. Уезжать надо. Менты по-любому хватятся конвоя. Еще неизвестно, кто этих до нас хотел замочить. Плюс и местные могли бы стрел слышать. Может, мы их к нам, а там разберемся. Ладно. Скажи, водитель и пусть подъезжает. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Буз на месте. Буз на месте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok